Готовность к сезону холодов сегодня у руководства города вызывает множество нареканий. Это только кажется, что до зимы еще очень далеко. А отставание от графика работ наблюдается уже сегодня. Есть определенные моменты, которые нужно решать как можно быстрее, потому что все прекрасно знают, что город должен быть готов к зиме, к первому октября. Поэтому реально нужно к середине сентября уже, собственно говоря, подходить к завершению этой работы. На сегодняшний день мы находимся в середине этого пути, хотя по плану графику, по прогнозам мы должны были уже перейти за 60%. Коммунальщикам придется поторопиться. Каждый район обязали сдать паспорта готовности к отопительному сезону до 20 августа. Для учреждений образования, здравоохранения и культуры сроки еще более жесткие – до 15 августа. На сегодняшний день из 122 котельных к работе в осенне-зимний период подготовлено лишь 44%. Готовность тепловых сетей чуть выше – 65%. Итог – сегодня Сочи лишь на 25-м месте по готовности к зиме из 44 муниципалитетов края. Нет ни одного города, который бы имел такие сети, такую инфраструктуру. И умудриться еще при такой модернизации находиться на 25-м месте – это надо суметь. Поэтому каждый должен, из руководителей предприятий жизнеобеспечения, каждый домком и председатель ТОС должен понять – качество или качественное проживание в наших домах, в том числе и зимой, зависит от вас. Проверять реальную готовность жилых домов к отопительному сезону будут специально созданные комиссии. В их состав войдут члены ТОСов. Всю полученную информацию они будут передавать в городской департамент ЖКХ. Именно на основе этих данных будут делаться выводы о реальной готовности к зиме. Ведь, как подчеркнул Юрий Паломарчук, зачастую эти данные противоречат официальным отчетам. С жалобой на отсутствие тепла в доме к главе города обратился председатель совета ТОС Головинка. Вопрос висит до сих пор. И вот ответственных исполнителей я как мышей отлавливаю, а они прячутся. Оказалось, что причина банальна. Жильцы до сих пор не выбрали способ управления многоквартирным домом. Если не будет выбран способ управления, другие вопросы решаться не будут. Это закон. Закон сегодня говорит, если многоквартирный дом превышает 16 квартир, должен быть выбран способ управления. Либо тот, либо тот. Тот же теплосети будут заключать с юридическим лицом. Не могут они с вами отдельно заключать. Его завтра придут и накажут за это. Своевременное начало отопительного сезона во всем Сочи и в каждом отдельно взятом доме во многом зависит от самих горожан. На сегодняшний день задолжены сочинцев за теплоснабжение порядка 350 миллионов рублей. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.